Итак, итог еженедельного конкурса. Побитель в комментариях видео обновления 1.4.76 Дима Вяземский. Конкурс продолжается, участие простое. Подпишись на этот канал и канал Голос Зверько, сделай подписки открытыми и поделись этим видео. Я выберу случайного счастливчика из комментариев. Дерзай! Мур, привет друг, это Зверько. И обзор обновления на тестовом 1.4.78. Опять нам пишут китайские дизайнеры. Цитирую. В обновлении ми внесли коллективы в отношении боеспособности некталых гелоев танков. И здесь снизили цены на предметы заситы. Я так долго не могу. Да и обидится они когда-нибудь. Короче, хотят, чтобы танки выдерживали больше урона, вносили больше контроля. Вдобавок, хотят усилить фарм и нанесение урона танками. После внесенных изменений будут следить за результатами и корректировать роли некоторых героев танков. В общем, внимательно следите за обновлениями на канале Зверько. Игра приобретает черты социальной сети. Теперь можно заполнить информацию о себе. Кем ты предпочитаешь играть, зачем играешь, когда тебе удобно играть. И примечания. Например, играю только с казахами. Так, это безобидная шутка. Не бугуртите. Функция довольно занимательная. И поможет в поиске напарника для игры. Особенно общительным людям. Скины. Для Ло И выйдет вместе с ней 16 мая. Стоить будет 269 алмазов. И скидка... Хм... 81% написано. Наверное, печатка. Скин для Ханза с отсылкой на Токийского Гуля. Будет доступен 19 мая. Стоить 749 алмазов и скидка 30% в первую неделю. Также сразу добавят раскраску на этот скин за 188 алмазов. Изменения героев. Сабер реворкнутый. Первый навык. Добавили один меч. И они теперь притягиваются не только по таймингу, но и при нанесении урона противнику автоатакой или навыком. Усиливая эту атаку. Второй навык. После рывка усиливает автоатаку и добавляет в нее замедление. Анимация, конечно, у него капец. Но я думаю, он станет сильнее в ближнем бою, чем сейчас, когда реворк доведут до ума. Реворкнутая Мия. Базовая атака уменьшена на 10. Прирост атаки уменьшен на 2 для всех уровней. Однако в пассивке призрачному двойнику дали 10 базовой атаки и увеличили бонус от предметов до 40%. Также эффект двойника держится теперь 4, а не 3 секунды. Ульта. Лишь после выхода из невидимости Мия получает полные стаки. Что это дает? А это дает запас на то, чтобы догнать противника и все еще атаковать в полную силу. Чонг. Персонаж на тестовом. А вот и закономерные нерфы, подоспели о которых я предупреждал. Пассивка теперь накапливаемая. С 0 до 100. Копится от нанесения урона по противнику. Когда достигает сотни, Чонг получает плюс 40% к скорости бега и плюс 25% вампиризма от навыков. Плюс хилит энергия Ши, если настакалась на противнике. Форма летающего дракона в ульте. Убрали стан и отталкивание. Добавили экстра 200 хп для всех уровней в форме полудракона. А со второго навыка убрали оглушение после удара. Кстати, золотой посох не ускоряет набивание пассивки. А жаль. Как я и говорил, для бойца слишком много контроля. Лиснусин реворкнутый. Пассивка. Убрали корабль-черепаху. Ну и хрен с ней. У нее слишком большая перезарядка. Зато, цитирую. Усилили пассивный урон. И тут же. Пассивка. Урон двух заряженных атак изменен. С 85% 65% на 85% 55%. Вот где логика. А логика будет, но позже. Первый навык. Забрали обратно рген хп и вернули более профитный. Иммунитет к контролю и снижение урона на 30%. Если этот навык таким оставят, у чумейнеров появится второй вариант для пика героя. Ульта. Каждый раз, повышая этот навык, повышается урон заряженных атак. Вплоть до 100% и 70% для второй атаки. Гататкача. Базовый урон увеличен со 120 до 128. Прирост уменьшен с 7,6 до 7,1. Пассивка. Убрали реген здоровья от атаки по врагу. Добавили эффект увеличения ярости от каждого получаемого урона. Это точно гатат, а не минотавр. Шучу. Ярость заряжает следующую базовую атаку. Конверсия потерянного здоровья в физическую защиту составляет 2,5%, а было 3%. Первый навык. Изменили анимацию и сделали перерасчет урона. Сравни. Второй навык. Теперь заряд влияет только на расстояние прыжка. Провокация теперь всегда 1,2 секунды. Бальман. Да неужели? Базовое хп уменьшено на 100. Хммм. Второй навык. Каждый раз, когда противник получает урон от этого навыка, в следующий раз он получит на 25% больше урона. И так стакается до 100%. Ульта. Немного снизили базовый урон, но увеличили бонус от предметов до 100%. Усилили пассивку. Был реген скрипа 4%, с героя 10%. Будет 5% и 20% соответственно. Лично я считаю, Бальман стал неиграбелен, когда ввели всем повально в навыки замедления. Это еще в 16-м году, наверное, было. Вот если бы его вращение мешало передвинуться врагу, цены бы Бальманду не было. Хильда. Пассивка. Убрали козырь Хильды. Реген, когда оставалось мало здоровья. Первый навык. Замедление будет не 70%, а 40% от удара. Второй навык. Разлет урона последних двух ударов увеличен. Ульта. Теперь при полном стаке урон увеличивается на 50%, а вот пробитие только на 40%. Не могу прокомментировать такие изменения, они как будто наугад. Зачем убирать спасительный реген, мне непонятно. Джонсон. Базовый урон увеличен со 112 до 120. Прирост уменьшен с 6,8 до 6,4. Первый навык. Базовый урон уменьшен с 200, 350 до 150, 250. Но бонус к урону от физической защиты подняли со 150% до 200%. Второй навык. Базовый урон увеличили с 80, 155 до 100, 175. А вот тут бонус к урону от физической защиты заменили на магическую силу, плюс 40% от магической силы. Ульта. Я покажу скринами. Увеличили урон и магический бонус минимальный, но уменьшили максимальный. Руби. Базовый урон увеличен с 114 до 129. Прирост урона уменьшен с 8 до 7. Первый навык. Базовый урон немного увеличен. Был 150, 350. Будет 160, 360. Бонус от предметов тоже увеличен со 150% до 180%. Выровняли урон удара и волны. Второй навык. Убрали бонус тем, кто находится на краю области атаки. Не зря. Это подчеркивало то, что у нее коса в руках. Ульта. Базовый урон изменен с 205, 475 на 200, 480. Бонус от предметов увеличили со 180% до 200%. Пассивка. Увеличили бонус к защите после прыжка. Было 17, 40. Будет 23, 40. Грок. Первый навык. Уменьшили базовый урон с 300, 600 до 300, 500. А физический бонус увеличили с 40% до 80%. Уменьшили затраты маны с 90, 140 до 50, 100. Бакси. Первый навык. Базовый урон увеличен с 280, 380 до 300, 400. Общий магический бонус увеличен с 55% до 60%. Оглушение увеличено до 0,8 секунды. Урон и оглушение увеличиваются в 1,25 при прыжке. Перезарядка между прыжками 1,5 секунды. Исправление. Исправлений много, слушай внимательно. Исправлена ошибка, когда Кимми застревала после того, как заканчивалась энергия при активном первом навыке и зажатой автоатаке. Исправлено неправильное смещение Кимми после ульты Кайи. Исправлена потеря зрения Атласа во время ульты Хелкарта. Я помню, что был баг, Атлас во время второго навыка не получал темный экран. Видимо, исправление этой шняги имеют в виду. А дальше. Исправлен хрен пойми что в пассивке Рафаэль. Отличный за меня переводчик, правда? Уменьшено время анимации ульты Джонсона. Теперь он поедет быстрее после трансформации. Исправлена ошибка с картой и прибытием. Исправлена ошибка, когда иммун к контролю не срабатывал против удержания Сильваны, обезоруживания Маши и замораживания Авроры. Исправлена проблема ульты Кормилы. Когда ульт перекидывался на невидимых врагов и некоторые глюки с уроном тоже поправили. Исправлена ошибка описаний навыков. Исправлена ошибка индикации улучшенного лорда на миникарте. Исправлена проблема с просмотром реплеев. Там были ошибочные коды навыков. Отомщение. Первые 3 секунды уменьшает урон на 30%. В ответку бьет магическим уроном. Отцепенение. Немного увеличили длительность. На 1 десятую. Третий перк эмблем танка. Через секунду после автоатаки вокруг героя наносится магический урон по области. Сила урона зависит от максимального запаса здоровья. Что интересно. Этот урон считается за навык и срабатывает пылающий жезл и палочка гения. А значит с этим перком можно обузить жезл молний и главное антихил. Жаль перезарядка перка 15 секунд. Сделали перерасчет воскрешения. Но в этих формулах черт ногу сломит. В общем чем выше уровень героя тем дольше воскрешается. Изменение цен предметов. А в общем вот тебе скрин. Если очень любишь вдаваться в экономику предметов разберешься. Маски. Пассивка. Когда ты пятый в списке команды бонусное золото теперь лишь плюс 15. Бонусное экспо плюс 30. А я до сих пор считаю что маски были введены вслепую. Поэтому их постоянно исправляют. Они не вписываются в макроэкономику игры. Ну а на этом все. Не забудь подписаться на канал, нажать колокольчик и оставить комментарий. А если скучно, посмотри ролики на канале Голос Зверько. Удачи друг.